Через нас самих мы познаем его. И что поразительно, когда человек, обладая всем этим, не познает Аллаха. Человек сам по себе чудо, а Аллах не познает. Аллах дал нам два в одном, микроволновку и холодильник. То есть, холодное что-то в рот положишь, и оно согревается. А если горячее что-то в рот положить? Охлаждается. Зубы наши Аллах создал такими, что они в замене не нуждаются, при условии, что следишь за ними. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ни одного зуба не потерял, кроме как на войне, потому что регулярно чистил их. Если задумаетесь о том, как все это у вас устроено, то познайте Аллаха. Если поразмыслите над тем, как он все это создал, это его след. Один из наших учителей рассказывал, что был один 84-летний паломник. Ни разу к зубному не ходил за всю жизнь и не потерял ни одного зуба. И никогда зубы у него не болели. Как у него так получилось? Каждый раз после еды он сразу же чистил зубы мисваком, после каждого приема пищи. У него было несколько мисваков. Один большой, для поверхностной чистки, другой поменьше, и еще один самый маленький, которым он чистил между зубами. Все частички еды он вычищал. И так всю жизнь. Поел сразу же мисвак. Прополоскал рот. И ни разу зубы не болели. К зубному ни разу не ходил. И это за 80 лет. Вот такими Аллах создал нас, если правильно эксплуатировать. Или вот если посмотрите на человеческий глаз. Нет Бога, кроме Аллаха. Разве человек может создать подобную камеру? Вот так посмотришь, он казалось бы простой. Но только когда мы сами что-то подобное пытаемся сделать, только тогда понимаем, насколько сложно. Я тут общался с одним кандидатом наук в сфере искусственного интеллекта. Говорю ему, а можно создать приложение для телефона, чтобы оно распознавало вообще все ошибки в твоем чтении Корана. Не то, что ты прикасаешься к экрану телефона и звук слышишь, как правильно нужно прочитать. Вот слово «заликэ». Можно такое приложение сделать, что вот ты говоришь «заликэ». А приложение распознает ошибку и поправляет. Пока ты не скажешь правильно «заликэ». И когда ты правильно скажешь, оно галочку ставит. Мол, правильно. Я говорю, можно же так сделать? Он говорит «ты не представляешь, как это трудно научить компьютер распознавать ошибки и исправлять их. И стоить это будет бешеных денег». Одно только это. А когда мы с вами говорим и распознаем речь, знаете, сколько нейронов задействуется? И как быстро клетки мозга обмениваются данными? Вот, причисто Аллах, я знаете недавно над чем задумался? Мне понадобилось контакт один найти в телефоне, который я не открывал лет десять. Но я помню, что имя и телефон этого человека у меня сохранен. То есть, представляете, через десять лет мой мозг буквально за мгновение обратился к той ячейке памяти, где содержится информация, что номер такого-то человека у меня в телефонной книге. Я такой думаю, вот это да, причисто Аллах. Или вот, допустим, как наш слух определяет источники звука. Допустим, я слышу шум холодильника и понимаю, что это нормально. Или, например, шум перфоратора слышу и сразу понимаю, что это сосед ремонт делает. Сколько операций у нас на автомате происходит? Ты сидишь, ешь, и все эти движения, как взять еду, как ее есть, пережевывать, как глотать, все эти операции автоматически обрабатываются. И сколько таких операций? Сотни вещей мы делаем на автопилоте. Вот я сижу, при этом сохраняя равновесие. Я знаю, что почувствую. Если дотронусь до этой ткани, я знаю, какая на ощупь ее текстура. Знаю ее плотность, ее толщину. Я знаю вес ее. Просто смотрю на вещь, и информация сразу подгружается. Причист великий Аллах. Вы представляете, сколько всего мы помним? Столько одновременно обрабатываем, автоматически, причем, память такая, десятилетия помнят. Вот такой суперкомпьютер Аллах создал в нас. А человек не познает Аллаха. Не верит в Аллаха. Человек сделал телефон, смартфон. И так увлечен этим смартфоном, памятью этого смартфона, его камерой, какая она классная. Но человек забывает о своем мозге, о своих глазах, о своей камере, которую Аллах создал. Забывает. Знаете, почему так происходит? Когда сильно привыкаешь к чему-то, думаешь, ну вот такое оно есть и все. Нас не поражает это. Мы не поражаемся миру вокруг. По каждому природному явлению существует своя наука. Есть люди, которые одну такую науку изучают всю жизнь, но так и не могут полностью изучить. Вот, например, ветер. Есть ученые, которые всю жизнь его изучают. Есть ученые, которые изучают движение ветра. Есть ученые, которые изучают волны в море или в океане. И как эти волны связаны с луной. Так сложно мир устроен. Мы до сих пор изучаем его. До сих пор открытие делаем. Есть ученые, которые изучают камни всю жизнь. Ты можешь всю жизнь его слушать, но так и не узнаешь всего. Всевышний Аллах создал все это. И вы через все это не познаете Аллаха, своего Создателя. Всевышний Аллах через Коран показывает нам, каков Он. Мы только должны, видя мир вокруг себя, останавливаться и задумываться. В суре власть про небо Аллах говорит. Снова и снова посмотри на него. Так Аллах познается.